Дубай. Современный мегаполис, возвышающийся в пустыне. Сегодня это международный центр для развития бизнеса и туризма. Но могут ли растущий город и хрупкая экосистема существовать бок о бок? Ведь за сияющим фасадом Дубая скрывается поразительное разнообразие дикой природы. Животный мир Дубая. Дубай расположен на восточном побережье Аравийского полуострова. Это один из семи эмиратов, входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. В 1966 году здесь нашли нефть, доходы от продажи которой помогли превратить маленький рыбацкий порт в процветающий город. Под руководством нынешнего правителя Дубая, шейха Мохаммеда Ибн Рашида Эль Мактума, Эмират преобразился. И теперь городская зона занимает почти тысячу квадратных километров. Изменения такого масштаба не прошли бесследно. Тем не менее, Дубай стремится отвечать запросам процветающего города, в то же время заботясь о диких животных и растениях. Дубай располагается на окраине Руб-эль-Хали, одной из самых крупных пустынь мира. Она простирается на 1600 километров от Объединенных Арабских Эмиратов на востоке до побережья Красного моря и занимает площадь в 650 тысяч квадратных километров. Растительность здесь скудная. Источников воды мало. Температура воздуха летом зачастую поднимается выше 50 градусов по Цельсию. Руб-эль-Хали переводится как «пустой квартал». Но даже в этом суровом климате есть жизнь. Тысячелетиями жизнь бедуинов, населяющих Аравийский полуостров, зависела от животных пустыни. Это сформировало культурные традиции, которые крепки и по сей день. Муниципалитет Дубая по вопросам окружающей среды отвечает за охрану дикой природы. Сегодня команда ученых приехала в заповедник Джебель-Назва. Скалистый мыс в 45 минутах езды от столицы Эмирата. Специалисты проведут оценку состояния дикой фауны. Расмат Эль-Хасан – представитель департамента по защите дикой природы. И дикие животные, и естественная среда обитания считаются неотъемлемой частью наследия Дубая. Важно сохранить естественную среду и предотвратить ухудшение условий обитания животных. Джебель-Назва располагается на севере дубайского пустынного заповедника. Он был создан 15 лет назад. Его площадь составляет 225 квадратных километров. Примерно 5% всей площади Эмирата. Здесь обитает более 300 видов животных. Некоторых из них, например, арабскую газель, можно увидеть исключительно в этой местности. Но сегодня Расмата и его коллег интересуют животное, которое появляется лишь с заходом солнца. Это летучая мышь. Джебель-Назва – известняковый мыс, испещренный пещерами. Это уникальная природная зона, а также место гнездования мигрирующих видов летучих мышей. Эти сети называются сети-невидимки. Их назначение – поймать мышь в полете, не причинив ей вреда. Далее команда специалистов определит вид животного, оценит здоровье и количество особей в популяции, а также выяснит, растет ли эта популяция. Это особь меньше той, которую мы поймали ранее. За вечер пойманы два вида мышей – средиземноморский нетопырь и голобрюхий мишкокрыл. Оба вида пойманы в значительном количестве. Дальнейшие исследования показывают, что популяция не только растет, но и обустраивает места постоянного гнездования. Именно такая работа привлекает Сауда-Бадана и других молодых эмиратцев работать над проектами по сохранению дикой природы. Я приехал в этот район, потому что это сложный, рискованный, захватывающий проект. Именно это меня привлекло. Новые постоянные места обитания – показатель успешной работы властей и роста популяции диких животных. Это сыграло важнейшую роль в истории одного из самых прославленных заповедников в мире. Белый, или аравийский Орикс – один из самых видных представителей пустынной фауны. Светлая шерсть этих парнокопытных отражает солнечные лучи, позволяя телу сохранять прохладу. Их система кровообращения позволяет выдерживать изменения температуры тела, смертельные для человека. Температура тела примерно 37 градусов. Повышение всего на 1 градус означало бы, что человек болен или у него жар. Для Орикса допустимо повышение температуры на 6 градусов. При этом даже при температуре в 41 градус животное прекрасно себя чувствует. А значит, для регулирования температуры тела Ориксы не потеют и не охлаждают тело за счет частого дыхания, как собаки. Ориксы – чемпионы по удерживанию воды в организме. Они делают это в 4 раза эффективнее, чем верблюды. Необходимое количество жидкости Ориксы получают из растений, что позволяет им обходиться без воды до 9 месяцев. Скудная растительность пустыни предполагает, что Ориксы – кочевники по своей природе. Они проходят до 50 километров в день в поисках пищи. Их широкие плоские копыта идеально распределяют их вес на мягком песке. Рога Орикса сделали его не только самым узнаваемым представителем пустынной фауны, но и поставили вид под угрозу. 40 лет назад свободная охота привела к тому, что аравийский Орикс исчез в дикой природе. Лишь благодаря ряду программ по разведению Ориксов в неволе снижение популяции было остановлено. Сейчас они вновь живут на просторах Аравийского полуострова. Ориксы были заново ввезены сюда 14 лет назад. И под надзором специалистов стая из 70 животных разрослась до 400 особей. Проделанная работа оказалась столь успешной, что сейчас в заповеднике живет максимальное количество Ориксов. Вскоре часть животных будет перевезена в другие заповедники полуострова. Природоохранная деятельность ведется не только в пустыне. В других регионах Эмирата ведется множество проектов, и один из них в самом неожиданном месте в семизвездочном отеле Дубая. Животный мир Дубая. В современном Дубае можно увидеть поразительные образцы архитектуры. Но за этой глянцевой внешностью сохраняются связи с традициями и богатый животный мир. Отель «Бурдж-Аль-Араб» – одно из самых узнаваемых зданий в мире. Как ни удивительно, отель является и местом отдыха голливудских звезд, и рабочим местом для команды морских биологов. В отеле не один, а целых три аквариума, общей вместительностью около миллиона литров, где содержится более четырех тысяч рыб. Руководитель группы биологов Уоррен Бейверсток и его заместитель Дэвид Робинсон осуществляют ежедневные проверки, в ходе которых выясняют, все ли морские обитатели здоровы. Но они не просто ухаживают за живущими здесь экзотическими рыбами. Команда также оказывает экстренную помощь местным морским животным. Черепаха Бисса находится на грани полного исчезновения. Этих молодых особей доставили сюда после того, как их выбросило на берег на одном из местных пляжей. Это немного вялая. Смотри, сколько наросло. Да, бедолага. Осторожно, живот мягкий. Ничего себе. В тропических водах Персидского залива обитают четыре из семи видов морских черепах. Команда экспертов из реабилитационного центра для морских животных ежегодно помогает вылечить более трехсот больных или раненых черепах. Мы взяли анализ крови и обнаружили заражение. Инфекция настолько ослабила животное, что ракушки облепили весь панцирь. Мы дадим ей антибиотики, чтобы вылечить инфекцию, и понаблюдаем пару дней. Пока не стоит их убирать. Вместо этого мы посадим черепаху в пресную воду. Это поможет убить вредителей, и мы безболезненно снимем их с панциря. Пресная вода не причинит вреда черепахе, но убьет паразитов. Когда с паразитами будет покончено, черепаху переместят в аквариум с морской водой и продолжат лечение инфекции. Чаще всего на лечение попадают черепахи, которых сбила лодка, которые проглотили кусок пластика или запутались в рыболовных сетях. В крайних случаях приходится ампутировать конечность, а потом выхаживать черепаху, пока та не поправится. Хорошая погода. Да. Как только животные показывают признаки полного выздоровления, их переселяют в открытые лагуны в соседнем отельном комплексе. Биссы живут до 80 лет, а взрослая самка за свою жизнь может отложить до 5000 яиц. Поэтому команда биологов делает все возможное, чтобы черепаха полностью восстановилась до того, как ее выпустят на волю. За 14 лет существования проекта более 1300 здоровых черепах вернулись в Персидский залив. Выпуск черепах на волю всякий раз привлекает множество зрителей, поскольку забота о животных неотъемлемая часть традиций региона. Начались эти традиции с верблюдов. Верблюды были одомашнены примерно 5000 лет назад. Они снабжали бедуинов мясом, молоком и являлись средством передвижения. И по сей день верблюды ценные животные. Это наследие наших предков. Они ездили на верблюдах, извлекали прибыль с их помощью. Это был их основной источник дохода, их гордость. И сегодня можно увидеть верблюдов на улицах Дубая. Но чтобы по-настоящему понять, насколько их здесь ценят, вам придется отправиться на верблюжьи бега. Верблюжьи бега – один из наиболее популярных видов спорта в регионе. Специально выращенные для этого вида спорта сильные, длинноногие верблюды на сегодняшний день управляются роботами. Но древние традиции продолжают жить. Я участвую в верблюжьих бегах уже лет 17-18. Эту традицию нельзя искоренить, даже если очень постараться, потому что это наше истинное наследие. Построенный по спецзаказу центр – один из самых престижных в мире. Он привлекает тренеров и животных со всех концов Аравийского полуострова. Верблюды способны разогнаться до 60 км в час на первой стометровке. И не только они набирают скорость. Параллельно с верблюдами мчатся от 20 до 40 машин, в которых находятся тренеры, управляющие роботами на спинах животных, а также камеры, ведущие запись бегов. Привесив полтонны и росте около 2,5 метров, верблюды славятся своей выносливостью. И 6-километровый трек – своеобразная проверка на прочность. Бега – это не только дань традициям, но и серьезный бизнес. Тренер-победитель может выиграть более полумиллиона долларов и церемониальный меч. С развитием Дубая традиции постоянно оказываются бок о бок с современностью. Но одна часть Эмирата остается нетронутой. Это регион Хатта. Изолированный анклав в 130 километрах к югу от столицы, полностью отрезанный от остального Эмирата. Но даже в этом отдаленном уголке ведутся активные работы по спасению дикой природы Дубая. Джерул Агухоп – специалист муниципалитета Дубая по охране живой природы. Здесь, в горном заповеднике Хатта, мы устанавливаем камеры наблюдения за аравийским таром. Наличие или отсутствие этого вида дает представление о состоянии всей экосистемы. Аравийский тар – это редкий вид порнокопытных, который обитает только в горах Амана и Объединенных Арабских Эмиратах. В дикой природе их осталось менее 5000 особей. Этот вид находится под угрозой. Браконьерство, борьба за территорию и потери среды обитания – основные причины вымирания вида. Район Хатта – возможно, одно из последних пристанищ для аравийского тара. Но в дикой природе живет так мало этих животных, что Джерул может оценить состояние здоровья популяции только с помощью камер. Для этого ему придется забраться в труднодоступную пещеру, где был обнаружен помет животного. Мы надеемся таким образом оценить плотность популяции, отследить передвижение животных, а также получить информацию о размножении. Чтобы получить результаты, Джерулу придется оставить камеры на несколько месяцев. Важно следить за такими животными, как Тар, поскольку данный вид эндемичен для этой зоны. Жителям Дубая важно поддерживать связь с местной природой. Деятельность исследователей в Хатте – часть масштабной национальной программы по сохранению дикой природы, запущенной в 2014 году. В Дубае целая сеть заповедных зон, от горных хребтов до рифов. Все экосистемы задействованы. Настолько большое значение придается вопросам охраны дикой природы в Дубае. В этих горах выпадает меньше осадков, чем в Сахаре. Но это не мешает некоторым водным обитателям выживать в таких условиях. Животный мир Дубая В 130 километрах на юго-востоке от городской зоны находится горный заповедник Хатта. Горы удерживают морской воздух Саманского залива, что делает Хатту наиболее влажным регионом Дубая. Тем не менее, за год здесь выпадает около 10 сантиметров осадков. Однако это не стало препятствием для жизни некоторых водных представителей животного мира. Южноаравийская жаба размером с ладонь человека. Она обитает только на юге Аравийского полуострова. В летний период, когда дождей фактически нет, жабы прячутся в норы, вырытые в песке, и проводят период засухи в спячке. Просыпаются они лишь тогда, когда их чувствительный слух улавливает звуки дождевых капель, ударяющихся о поверхность пересушенной почвы. Кроме того, в Хатте живут три вида пресноводных рыб. Одна из них, представительница отряда присоскообразных, прекрасно приспособилась к здешним условиям. Если она чувствует, что ручей вскоре пересохнет, она легко переползает по камням в соседний водоем. Особая присоска во рту позволяет этим рыбам цепляться за мокрые камни в устье ручья. А тонкой струйки воды достаточно, чтобы кислород поступал в жабры. Успех переправы зависит от того, насколько крепко удастся зацепиться. Но ловкие движения хвостом и инстинкт самосохранения делают свое дело, и рыба успешно переправляется в новый водоем. Сложный климат определяет условия жизни в Дубае. К середине лета температура воздуха, как правило, превышает 40 градусов по Цельсию, и кондиционеры в городе работают днем и ночью. Но здесь, в пустыне, вдали от проблем цивилизации, многие животные рады сезону жары. Например, ящерицы-шипохвосты, которые живут в норах длиной в 10 метров и глубиной в полтора метра. Как и все хладнокровные, эти ящерицы нуждаются в солнечном тепле. Каждое утро, когда они выбираются на свет, их кожа черная. Это позволяет лучше поглощать солнечные лучи. Через некоторое время их тело приобретает желтый цвет. Это позволяет предотвратить перегревание. Достаточно согревшись, животное может отправиться на поиски пищи. Эти крупные ящерицы питаются растительностью пустыни. Они предпочитают каменистую почву и не отходят далеко от своей норы. Завидев тень пролетающей птицы, ящерица максимально раздувает легкие, чтобы казаться крупнее. Крупная хищная птица может легко убить представителя этого вида. Некрупная ящерица может стать добычей даже такой мелкой птицы, как пустынный сорокопут. Самцы шипохвоста заняты не только поиском еды. Летняя жара знаменует начало брачного периода. В это время самцы утаскивают самок в свои норы либо обездвиживают в борьбе для воспроизведения потомства. Шипохвосты лишь один из 19 видов ящериц, обитающих в этой местности. Самый крупный пустынный варан. Длина его туловища может достигать полутора метров, а сам варан может преодолеть до 8 километров в день в поисках добычи. А вот арабская круглоголовка, самая крохотная из живущих здесь ящериц. Средняя особь имеет длину около 10 сантиметров. Они питаются насекомыми и прекрасно приспособлены к жизни среди песчаных дюн. Ряды длинных чешуек защищают глаза от песка, а похожие чешуйки на пальцах дают возможность с легкостью перемещаться по мягкой поверхности. Длинный хвост используется в разных целях. Сворачивание кольцом — защитный маневр, призванный убедить хищника, что перед ним опасный скорпион. Черная отметка на хвосте четко видна на фоне светлого песка, превращая хвост в сложное сигнальное устройство. Два самца борются за территорию. Щелкая хвостом, первая ящерица дает незваному гостю понять, что территория занята. Второй самец тянет время. Но этот взмах хвостом отнюдь не дружеский жест. С заходом солнца многие рептилии укрываются под землей, чтобы устроиться на ночлег и избежать встреч с хищниками. Но, судя по съемкам тепловизионной камеры, ночную пустыню едва ли можно назвать необитаемой. растения удерживают солнечное тепло, как и змеи, которые появляются с наступлением темноты. Змеям непросто передвигаться по мягкой песчаной поверхности. Песчаная эфа выбрала наиболее удобный способ передвигаться. ползти боком, извиваясь и перемещая вес тела из стороны в сторону. Временное пристанище под кустом поможет змее сохранить нормальную температуру тела. К тому же пустынная растительность может приманить любопытного грызуна. Песчанка чизмана — добыча, на которую надеялась змея. Песчанки выбираются из нор ночью в поисках семян и трав. Их огромные глаза позволяют различать предметы даже при слабом лунном свете. Песчанки по своей природе одиночки, но их норы часто образуют колонии, и соперничество между самцами может быть серьезным. Песчанки часто приносят растительную пищу в свои норы. Иметь запасы корма жизненно необходимо, а роса на зелени помогает поддерживать влажность воздуха. В особенности, если песчанке удается заделать вход в нору. Это помогает грызуну защититься от хищников. Рогатая гадюка высовывает язык и таким образом пробует воздух на вкус, пытаясь учуять добычу. Она может перемещаться на расстояние до километра во время ночной охоты. Но сегодня нет нужды забираться так далеко. Рогатая гадюка нападает стремительно, выбрасывая тело вперед на 10 сантиметров за 70 миллисекунд. При помощи острых зубов змея впрыскивает жертве яд, который вызывает рвоту, отеки и внутреннее кровотечение. Эта змея опасна и для человека, а песчанка умирает от укуса за считанные минуты. Но, похоже, песчанки почуяли приближение гадюки и покинули нору. Сегодня змея осталась без ужина. Многие грызуны и рептилии испытывают сложности из-за стремительного развития региона, но угрозы вымирания этих видов нет. Тем временем на побережье жара призвана помочь виду, которому грозит исчезновение. Дикая природа Дубая Береговая линия Дубая застраивается уже несколько десятилетий. Но небольшой участок в 15 километров у границ Сабу-Даби это территория морского заповедника Джебель-Али. Это последний элемент национальной программы по сохранению дикой природы. Заповедник оказывает помощь многим диким животным, но наибольшую известность ему приносят черепахи биссы. На данный момент этот вид находится под угрозой исчезновения. Черепахи являются объектом охоты из-за их панцирей. И хотя в настоящее время торговля панцирями запрещена, браконьерство по-прежнему представляет опасность. Пляжи Джебель-Али место кладки яиц. Каждая из 15 черепашьих гнезд ограждает специальная клетка, которая защищает яйца в инкубационный период. Через два месяца после откладки яиц, прямо перед появлением детенышей на свет, управляющий заповедника Али-Аль-Сувейди вместе со своими помощниками убирает клетки. Местные дикие животные очень важны для народа Дубая. От центра города до заповедника можно добраться всего за 20 минут на машине. Здесь можно понаблюдать за тем, как черепахи откладывают яйца, и численность животных растет. Это дар, который мы обязаны ценить и охранять. Биологи предполагают, что только одна тысяча бис откладывает яйца каждый год, поэтому чрезвычайно важно защитить этих черепах. Сотрудники заповедника перемещают наиболее уязвимых особей в специальный отсек. В каждой кладке около 70 яиц. Когда детеныши вылупляются, команда добровольцев делает запись о размере и весе каждой особи. медицинский осмотр закончен и черепашки отправляются на берег, чтобы оттуда попасть в воды залива. Большинство заповедных зон Дубая находятся на удалении от города. Но одна из них в прямом смысле расположилась у подножия самого высокого в мире здания – небоскреба Бурдж-Халифа. Это заповедник Рас-Аль-Хор. Сочетание естественных болот и искусственных пойм круглый год привлекает перелетных птиц. Но один вид обитает здесь постоянно – розовый фламинго. Это самый распространенный из шести видов фламинго. В заповеднике постоянно проживает около тысячи особей. В зимние месяцы, когда фламинго из соседних регионов прилетают на зимовку, население заповедника возрастает до трех тысяч птиц. Когда сотрудники заповедника кормят фламинго, берег водоема превращается в красочное шествие сотен птиц, собравшихся пообедать. поднимая со дна водоема ил, фламинго процеживает воду клювом, особое строение которого помогает отсеивать пищу, водоросли и рачков и выпускать воду. Пигменты, содержащиеся в пище, придают фламинго его розовый цвет. Молодые птицы имеют серый окрас, однако через три года на таком корме приобретают примечательный розовый оттенок. В брачный сезон их окрас становится еще ярче. И тогда стая этих птиц на фоне небоскребов представляет собой ни с чем несравнимое зрелище. Рас Альхор – место обитания 180 видов птиц, многие из которых слетаются сюда в зимний период. Большие стаи тулисов, болотных куликов и чернозобиков ищут ракообразных и червяков на берегу после отлива. Но их внимание сосредоточено не только на еде. Разнообразные виды орлов, соколов и луневых пролетают через Дубай, направляясь из Европы в Африку. Некоторые из этих переселенцев остаются здесь и питаются более мелкими птицами и млекопитающими. Этому большому подорлику сегодня удалось найти тушу утки. Но конкуренция огромна. Другой подорлик решает оттеснить более мелкого противника. Подорлики один из самых крупных видов хищных птиц, которых можно встретить в Дубае. Размах крыльев составляет почти два метра. Наличие перелетных орлов и соколов — одна из причин, почему эта идеальная для застройки зона остается охраняемой территорией. Эти птицы здесь в почете. Недаром Дубай — один из мировых центров соколиной охоты. Соколиная охота пришла на Аравийский полуостров более тысячи лет назад. Кочевые племена использовали соколов для охоты на животных. Соколиная охота процветает здесь по сей день. Хоть на современный лад. Это одна из 12 ветеринарных клиник для соколов, расположенных в Дубае. Специально обученные ветеринары обследуют птиц и помогают восстановить поврежденные перья. В клинике используются самые современные технологии и методы лечения. С началом соревнований становится ясно, насколько популярна соколиная охота. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль Мактум спонсирует ежегодный чемпионат в этом виде спорта. И снова традиции идут рука об руку с инновациями. Вместо охоты на животных соколы состязаются на скорость. В одном из состязаний им предстоит лететь за дроном вокруг конуса и обратно. Главное событие — гонка на полосе длиной в 400 метров. На всей протяженности установлены высокоточные датчики скорости. Самые быстрые птицы развивают скорость до 80 километров в час и преодолевают дистанцию за 19 секунд в два раза быстрее, чем спринтеры-олимпийцы. Время изменились, но этот вид спорта прочно связывает жителей Эмирата с их историей и традициями. Больше всего в этом виде спорта мне нравится то, что люди собираются вместе, делятся знаниями и опытом. Соревнования укрепляют любовь молодого поколения к этому традиционному виду спорта. Дубаю потребовались десятилетия, чтобы превратиться в современный мегаполис. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что дикая природа здесь по-прежнему процветает. В дубайском пустынном заповеднике детеныши белых ориксов свидетельствуют об огромном прогрессе в восстановлении этого вида. В горах Хатты камеры Джирула показали, что популяция аварийского тара здорова и продолжает расти. С помощью специалистов морского центра в Бурдж Эль-Араб все больше здоровых черепах возвращается в воды Персидского залива. Необходимо искать равновесие между потребностями современной экономики и хрупким миром природы. Но цель охранных организаций Дубая не только сохранить текущее положение вещей, у них более амбициозные планы. Мы стараемся расширить территорию национальных заповедников. На данный момент заповедные зоны составляют 17% от площади Эмирата, и мы хотим увеличить эту цифру. Программа озвучена компанией Мобильное телевидение. Текст читал Глеб Петров. Редактор субтитров Корректор А.Егорова